Азербайджан заявил о намерении открыть в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом и официальное представительство по развитию туризма. Уровень торгово-экономического сотрудничества и перспективы расширения связей обсудим в студии телеканала СБС. Находится депутат парламента Азербайджана Айден Мирзазаде. По видеосвязи из Израиля в беседе примет участие Петр Люкимсон, публицист, заместитель главного редактора новости недели. Еще раз здравствуйте, уважаемые эксперты. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Господин Мирзазаде, позвольте первый вопрос адресовать вам. Несколько слов буквально об уровне сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Азербайджан и Израиль связывают очень тесные и политические, и торгово-экономические связи. Дипломатские отношения между нами установлены в 1992 году, после восстановления государства и независимости Азербайджана. Но полноценное наше сотрудничество началось только после июня 1993 года, прихода к власти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Гейдар Алиев продавал большое значение отношениям с Израилем. Для этого есть все необходимые предпосылки. Во-первых, в Азербайджане с покойных веков жила очень большая влиятельная еврейская община. В Баку, в регионах, даже порой в отдаленных райцентрах жили немало семей еврейской национальности. К ним у азербайджанцев всегда были хорошие отношения. Не только к ним. Вообще, для азербайджанского народа характерен мультикультурализм, уважение к национальным традициям и расповедение других народов. То же самое можно сказать и отношение к еврейскому общину. И в Азербайджане немало смешанных семей, когда один из родителей является еврейской национальностью. И скажу, что после восстановления государственной независимости для нас очень важно было то, что Израиль признал территориальной целостностью Азербайджана. Он осудил захватскую политику Армении. Это касается не только политических партий, которые сменяли друг друга во власти. Это касается также широких кругов израильской общественности. Причем он был второй страной в мире, которую признал. То есть, в рядах первого был, так сказать. Да. И наши отношения охватывали почти все стороны, которые возможны между государственными и между народами. Я скажу, что сегодня Израиль является третьим партнером Азербайджана торгово-экономических отношений. И думаю, что есть очень большие резервы для расширения и углубления этих отношений. Спасибо вам большое. Господин Люкемсон, также хотелось бы узнать и вашу точку зрения. Потому что, насколько я знаю, вы на протяжении многих лет проживаете в Израиле. По вашему мнению, на каком уровне находятся связи между Азербайджаном и Израилем на сегодняшний день? Смотрите, безусловно, связи у нас существуют, достаточно тесные. Но, как бы я сказал, я бы сказал, что до недавнего времени наблюдалась некая симметрия. Вот то, что сейчас происходит, это вот как раз двиг симметрии. То есть, скажем, Азербайджан открыл посольство в Баку, уже оно много лет существует. Посольства Азербайджана в Израиле не было, все этого давно ждут. Ну, все понимали, на самом деле, почему это происходит. И, как я понимаю, сейчас тот толчок, который произошел, это дало нормализацию наших отношений с арабскими странами. То есть, мы прекрасно понимали позицию Азербайджана. Азербайджан, кстати, принимал нашу позицию, и мы это, безусловно, ценим. Поэтому связи развивались. Они развивались действительно с начала 1990-х годов. Я бы не сказал, что интенсивно. Интенсивно они начали развиваться, тогда был дат толчок. Но интенсивно они начали развиваться где-то с начала 2010-х годов, с конца 2000-х. И действительно, они развиваются, но все равно, понимаете, в чем дело? Есть определенный перекос. Нельзя сказать, что это полноценные экономические связи, потому что, ну, фактически, Азербайджан дает Израилю только нефть. Вы один из главных поставщиков нефти, если не главный. И за это огромное спасибо. Но Израиля дает Азербайджан пока не так много. И поэтому существует огромный потенциал расширить вот эти связи. И сейчас происходит то, чего нам нуждали. Наконец-то открывается торговая предстоятельность, наконец-то будет туристическое предстоятельство. Я думаю, тут израильцане просто потекут Баку, Барушен. Это замечательный совершенно город. И вообще, пожалуйста, замечательная страна, она их околдует. Я в этом абсолютно уверен. Она, в принципе, уже околдовала. Туризм шел. Но сейчас есть возможность, то, что появится такое предстоятельство, это даст новый толчок. Огромный толчок. Я думаю, прежде всего, в сторону Баку из Израиля. Но я надеюсь, что из Баку в Израиль. Спасибо вам большое, господин Мирослав Докарас. Я хотел продолжить эту тему. Как вы считаете, какую роль сыграют торговые представительства и представительства по развитию туризма? Какую роль они сыграют по расширению экономических связей? Давайте обратим на такую деталь. В Израиле нет азербайджанского представительства. Ни посольства, ни торгового представительства. Но в то же время, наше торговое и экономическое отношение охватывает очень много сторон и достаточно серьезная цифра дает результат. Но если будет торговое представительство, я думаю, наши отношения еще больше углублятся. Надо иметь в виду, что Азербайджан заинтересован в израильских инвестициях, Азербайджан заинтересован в инновациях, в новых технологиях, в сотрудничестве, в кооперации во многих отраслях экономики. Одним словом, есть над чем сильно работать. Учитывая то, что в последнее время ряд арабских стран улучшает отношения с Израилем, открывается один за другим посольство, восстанавливает дипломатические отношения, я думаю, что в этой фоне открытие Азербайджаном своего торгового представительства достаточно закономерно. И скажу, что неоднократно в Азербайджане, даже в Азербайджанском парламенте поднимался вопрос, почему нет официального представительства Азербайджана в Израиле. Уже который созыв в Азербайджанском парламенте заседает депутат из Кубинского района, где компактно проживает еврейское население Краснослободея. В Израиле проживает немало выходцев с Азербайджана, они активно участвуют в политической жизни, они люди, которые знают в израильском обществе. И думаю, что создание торгового представительства с одной стороны углубит наши экономические отношения, с другой стороны, надо иметь в виду, впервые наше торговое представительство будет иметь статус дипломатического представительства. Это, я думаю, что говорит о многом. И в то же время туристическое представительство. Азербайджан, я думаю, заинтересует израильских туристов. Для этого есть современные инфраструктуры, современные отели, есть туристические программы, среди которых можно выбрать по душе. Одним словом, есть чем поделиться, есть чему друг другу еще больше учиться. И учитывая то, что сегодня в азербайджанском обществе начинается новая эра. Эра восстановления, захвата освобожденных от армянской оккупации земель. А здесь Азербайджан с удовольствием примет израильские компании, с удовольствием воспримет израильский опыт, возможность создания современных и совместных предприятий, каких-то исследовательских центров. И почему бы нам не создать совместный университет в одном из городов Азербайджана? Спасибо вам большое. Господин Люкемсон, я как раз хотел продолжить тему, касаясь представительств. Когда в Израиле будут открыты и торговые, и туристические представительства, это, во-первых, и экономическое направление, то есть укрепление экономических связей, это торговля. А туризм это такое специфическое направление, которое направлено не только на укрепление экономических связей, но и расширение социальных связей, потому что увеличение турпотока, то есть взаимоотношения между народами двух стран будут улучшаться и укрепляться. По вашему мнению, две страны ставят приоритет не только экономическое развитие, но и социальные аспекты? Смотрите, я не знаю, что социальные аспекты. Страны, в общем-то, достаточно близкие по населению, поэтому есть о чем говорить о сотрудничестве в социальной сфере. Но я вам скажу следующее, что на самом деле, сейчас говорят, я совершенно согласен, во-первых, с предыдущим, так сказать, оратором, но израильтяне уже открыли для себя Азербайджан. Я знаю, что они ездили в Баку, и ездили в Баку с удовольствием, и то, может быть, не весь Азербайджан сейчас предполагается, понятно, что они не открыли Габалу, допустим, но, возможно, Азербайджан настолько велики в области туризма, что они полностью не освоены. В основном, все смесь туризма сосредоточивается вокруг Баку и Габалы, и понятно, что этого мало. И если ваше туристическое представительство сумеет, так сказать, увлечь Азербайджан в другими направлениями, это будет просто замечательно. И, безусловно, азербайджанцы, вы знаете, что делать? Потому что наши народы по характеру очень похожи. Поэтому не все Азербайджане говорят, что они чувствуют себя в Баку как дух. Потому что та же ментальность, в принципе, те же нравы, та же открытость и так далее. Поэтому говорить о каком-то социальном сближении не надо, потому что мы достаточно близки. Это то, что я бы хотел сказать по этому поводу. А вот говорить о торговле, безусловно, надо, потому что торговая палата Израиля-Азербайджан существует уже, по-моему, почти 10 лет. А палата Азербайджана-Израиль нет у вас, практически сейчас она открывается. Но есть много трудностей с торговлей, и мы о них, наверное, поговорим, потому что вот этот вопрос стоит обсуждать. Стоит обсуждать и бизнесменам, и по каким направлениям работать. Направлений тоже очень много, но есть трудности. Я вам назову две трудности, которые мне назвали все израильские бизнесмены, которые хотели делать бизнес с Азербайджанами. Прежде всего, это дороговизна перевозки. К сожалению, у нас нет такого прямой связи через море. И поэтому перевозка продукта очень дорогая, и очень трудно поставить аттрактивные цены на израильском рынке. То же самое, соответственно, и из Израиля в Азербайджан. Дорогизна перевозки неминуемо сказывается на цене. Поэтому действительно, правильно, как правильно сказал предыдущий оратор, докладчик, как его можно назвать, совершенно верно заметил, что сотрудничество, скорее, будет технологией. Израиль это кладезь новых технологий и выгоднее импактировать в Азербайджан именно технологии, а не товары. Вообще, поскольку это будет безумно интересно, как все будет развиваться с экономической точки зрения, давайте поживем иметь. Спасибо большое. Я предлагаю, мы про торговлю еще в дальнейшем обсудим обязательно, но я предлагаю как раз-таки поговорить про ту тему, которую отметил господин Лю Кимсон, это сотрудничество в инновационной сфере. Как две страны могут углублять сотрудничество именно в этом направлении, потому что перед Азербайджаном стоит довольно большая задача на данный момент, это развитие во всех направлениях инновационной сферы, интеграция искусственного интеллекта и других всяких элементов четвертой промышленной революции. Мы знаем, что Израиль обладает очень современной и интересной практикой в создании агропромышленных комплексов в агрокультурной части. И, зная, что в освобожденных от оккупации территорий будут создаваться сельскохозяйственные предприятия, мы заинтересованы в том, что там участвовали израильские компании. Как вы знаете, на днях наш президент совершил поездку в Зенгеландский район и там заложил основу первых умных сел вблизи армянской границы. Это Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. И одним из первых предприятий там будет заводноводческий комплекс с участием израильского капитала. Но, как мы видим, после турецкой кампании израильской кампании одним из первых участвует в восстановительных работах. Но, видимо, со временем этих кампаний будет много и в то же время они будут охватывать не только сельскохозяйственные отрасли и другие вопросы тоже. Мы заинтересованы привлечением новых технологий, инноваций, принять у израильских друзей управленческий опыт и так далее. Здесь Азербайджан, конечно, будет совместно участвовать с израильскими компаниями в создании новых предприятий, в совершенствовании инфраструктуры, а также в создании современных социальных структур. Одним словом, есть над чем работать, есть очень интересные предложения, и эти предложения сейчас разрабатываются. И думаю, что торговое представительство в Израиле будет работать как раз-то одним из этих направлений. Спасибо большое. Давайте перейдем к очень интересной теме, которую поднял господин Люкемсон. Это торговое сотрудничество и решение существующих проблем и барьеров, которые существуют между двумя странами. Господин Люкемсон, Израиль является для Азербайджана третьим по величине экспортным направлением. В 2019 году, в допандемический период, торговый оборот между двумя странами превышал 1 миллиард монатов, что стало рекордом с начала сотрудничества после 90-х годов. Но по ясным причинам в 2020 году как бы показатели снизились. По вашему мнению, какие направления считаются наиболее перспективными с вашей точки зрения? И опять же, какие барьеры, по вашему мнению, существуют? Вы их уже назвали, но может быть, вы назовете решение этих проблем? Каким образом две страны могут решить существующий барьер? Прошу вас. Смотрите, во-первых, то, что вы говорите, это действительно экспорт из Азербайджана идет, но это в основном я повторяю экспорт. Нефтяной экспорт, а хотелось бы получать и другие товары из Азербайджана, и это сложно, это сложно, во-первых, по чисто техническим причинам. Я вам скажу, как это сказывается. Например, я лично, на своем личном примере, я покупаю турецкий даршараб, хотя бы очень любил азербайджанский, с удовольствием бы покупал азербайджанский. Он гораздо дороже. Дороже в два раза. Вот что у нас в Турции, а в Турции до нас очень близко, и дорога стоит очень много, соответственно, турецкие товары дешевы, а вот азербайджанские товары очень, очень дорогие. Даже маленькая баночка варенья стоит столько, скажем, как большая банка из России. Но конкурировать будет безумно трудно, даже на пищевом. Что у нас, скажем сейчас, у нас очень, очень вкусные, очень хорошие продукты. Продукты, и израильщане их любят. Я не знаю, смогут ли конкурировать, например, азербайджанские вина с израильскими. Потому что израильские вина на уровне французских мы занимаем, так сказать. Мы сейчас стали одной из главных винодельщиков стран мира. Но в то же время, я думаю, что, например, различные виды фруктовых водок вполне могут найти в Израиле спрос, тем более, что они видны коляпные действия в Азербайджане. И Кизилово, и Тутово, и Тутово, и все остальные. Вот. Очень много... Я вам скажу, что тут есть еще очень важный момент, и на него, наверное, конечно, чтобы азербайджанские товары появились в широкой продаже, вошли в крупные сети израильских супермаркетов, они должны быть обязательно кашерными, то есть отвечать детальным законам иудаизма. Законы, в принципе, кашерные, чем-то допоминают законы халяля, но любой мусульманин знает, что все, что кашерное, халяльно, но не все, что халяльно, и даже далеко не все, что халяльно, это кашерное. Поэтому надо будет продумать этот вопрос, это, кстати, дополнительные расходы, но в Азербайджане есть кашер, а целый ряд азербайджанских товаров уже стоит кашерное, так сказать, есть равенад азербайджанский, работает над этим, поэтому, если они захотят продолжить сотрудничество, то, я думаю, это такой очень важный момент, как бы, для перспективы. что дальше, пусть бизнесмены приезжают сюда, пусть они с Азербайджаном решают. Кстати, наши бизнесмены участвуют в нескольких ваших выставках, но, как они сказали, что особо, так сказать, причем с агропромышленными сельскохозяйственными технологиями, тогда, это был лет, последний раз, когда я об этом слышал, года три-четыре назад, они сказали, что особого интереса это не вызвало, и, естественно, не вызвало особого интереса бытовая израильская электроника, и это понятно, она будет дороже той западной, которая продается у вас. Потому что, это делать не нужно, это был заведом, так сказать, ошибочный ход. Вот, надо подумать, как бизнесмены должны действовать, чтобы допускать как можно меньше ошибочных ходов. В бизнесе без ошибок не бывает, но стоит их свести к минимуму. Ну, на ошибку хочется, как говорится. Спасибо большое, господин Лев Кимсон. господин Мир Зазада, ваш коллега по передаче довольно широко обхватил тему того, что Азербайджан может предложить для Израиля. Могли бы вы с точки зрения Азербайджана рассмотреть именно в торговом направлении? Что Израиль может предложить Азербайджану, и как они, две страны, должны расширять связи в этом направлении? Я благодарю коллегу за очень интересную постановку вопроса. Я с ним полностью согласен, что конкретно может предложить Азербайджан. Во-первых, мы не будем слепой работать с израильским рынком. Открытие торгового представительства не говорит о том, что завтра же наши торговые суда или же торговые самолеты прямой поставят в израильские прилавки какие-то товары. Задача, первейшая задача торгового представителя изучить израильский рынок, изучить, сопоставить цены, качества, услуги, и, конечно, те выводы, те данные, которые представит торговое представительство Министерства экономики, соотечественной государственной структуры, они будут изучены. Есть уже в Азербайджане достаточно большой перечень экспортируемых товаров, в том числе сельскохозяйственных. Наша сельскохозяйственная продукция уже начинает входить в европейские рынки. Наша вина, допустим, очень высоко ценится в Китае. Мы поставляем мед даже в далекую Японию. Одним словом, все это будет изучено, изучено, сопоставлено, и думаю, что не пройдет долго, как израильский гражданин увидит в полках и товары с азербайджанской эмблемой. В конце скажу, что он затруднен конкретно Нашараба. Я хочу передать, что азербайджанский Нашараб один из самых качественных в мире и довольно-таки приемлемый в цене. Спасибо большое. Одно из главных направлений, то есть торговое сотрудничество это одно из главных направлений экономического сотрудничества в целом, но торговлю улучшает в целом частный сектор. По вашему мнению, что две страны должны делать для сближения частных секторов, и потому что сближение частных секторов это повлияет не только на улучшение торговых показателей, но и в целом экономического сотрудничества, это и сфера услуг, и многие другие направления. Господин Люкемсон, по вашему мнению, как две страны должны сближать частный сектор двух стран это очень простой вопрос потому что на нем всегда следует меньше степень государственной регуляции она и сейчас достаточно высоко в израиле вот думаю и уменьшает потому что поняли что этот торбос вот чем меньше степень государственной регуляции внутри частного бизнеса чем меньше государств пытается вмешиваться тем лучше бизнесмены сами найдут общий язык и находит еще раз хочу сказать у азербайджана возвращаясь к предыдущей теме у азербайджана очень качественные продукты намного качественнее чем у какой-либо другой страны я имею ввиду сельскохозяйственные и продукты пищевой промышленности же варенье те же варенье те же без напитки и так далее вот проблема в том что это бесспорно их здесь ждут больше того когда приводится заблажала что что-то это моментально расплатывается появляется кизил аварии например совершенно бешеный цене его берут потому что понимаешь что это лучшее что только может быть вот поэтому вопросу надо будет продумать пути удешевления транспорта авиаперевозки к сожалению мы знаем период коронавируса они наоборот все на них возросли и есть повышение цепочек во всем мире вот надо будет продумывать и самое главное что дело государства но с точки зрения так сказать это не мешать вот я думаю что наши безбеды очень легко столкнуться потому что ментальность достаточно близко они моментально поймут друг друга и зачастую уже понимают спасибо большое еще одно из таких важных направлений особенно для азербайджана это восстановление освобожденных территорий и израиль готов принимать участие в процессе восстановления вы это отметили в рамках одного из своих ответов но я бы хотел узнать от ваше мнение немного поподробнее о том в каких направлениях израиль может сотрудничать с азербайджаном и в частности каких именно экономических направлениях ну я как сказал израиль уже участвует в восстановлении эту работу и закладки первых фундамента первых домов один из трех сел зенгилянского района израильская компания строит животноводческий комплекс это яркий пример что израиль первых дней участвует восстановительных работах а дальше большой фронт работы это не только строительство дорог это создание инфраструктуры это создание модели умных сел здесь очень важно будет значит стыковка многих современных технологий опыт израиля в этом вопросе мы ждем участие израильских компаниях почти во всех сферах восстановить работу во всех городах во всех селах конечно будет защищены все предложения в то же время торговое представительство которое не будет иметь также дипломатический статус он будет предлагать отдельным компаниям которые еще не знают азербайджанский рынок или же не очень там феру информирована о фронте работ проделанных в освобожденных территориях одним словом думаю что израильская компания будут в числе тех стран которые все больше участвуют в остановительных работах мы хотим изучать опыт израиля мы хотим участие израильские компании в этой процессе потому что почти около 300 лет азербайджан и израильские отношения развиваются значит стремительно это хороший пример сотрудничества для других стран это пример того что как два государства разных уровней развития разных историй до разных религий но в то же время они ищут пути сближения они ищут значит области где можно вместе работать в азербайджане очень доброе отношение к израильским населению я знаю что в израиле действует азербайджанский израильское общество дружба сокращенно называется а здесь мне самого несколько раз приглашали на мероприятие проводимой торгозе к сожалению никак не удается и она действие название и и и надея надеюсь что в конце концов вам не удастся как-то посетить израиль одним словом мы с израилем хорошие друзья добросовестные отношения и открытие диплом торгового представительства еще один пример того что как дал далекие расстояния но близкие по душе государства могут совместно действовать спасибо вам большое к сожалению господин люкинсон наш эфир подошел концу у нас не хватает времени но было очень интересно выслушать вашу точку зрения господина между задай также было очень интересно узнать его вашу точку зрения что вы думаете о перспективах развития сотрудничества между азербайджаном и израилем спасибо большое что приняли участие в нашей передаче а я напомню нашим телезрителям что они смотрели передачу экономика дня на телеканале cbc обсуждали мы открытие азербайджаном в израиле торгового представительства с дипломатическим статусом в студии телеканала cbc находился депутат парламента азербайджана айден мирзазаде по видеосвязи в обсуждении принимал участие из израиля петр петр люкинсон публицист заместитель главного редактора новости недели всего вам доброго